Эти деревья посадил Талайбек Сейдалиев два года назад. На холме площадью в один гектар. Использовал метод капельного орошения, поскольку на неосвоенных холмах нет воды, условия здесь суровые. На один полип необходимо около 200 тонн воды, однако сейчас выросло 900 саженцев. «В первую очередь я хотела зеленить эту землю, поэтому я начал сажать тут павловния, так как они выросли за два года. Тут нет воды, земля очень плохая, поэтому мы используем метод капельного орошения». Павловнии, а именно эти деревья высадил садовод, растут быстро. Всего за два года они вытянулись до 7 метров в высоту. Деньги садовод зарабатывает выращиванием саженцев из семян и стеблей дерева. «Первый-второй год павловния любит воду, а потом не очень. В принципе, она подходит для выращивания во всех регионах Кыргызстана. Растет как на каменистой, так и на глинистой почве. Главное, любит тепло. Выращивать у нас ее очень удобно». Павловния стала известна в Кыргызстане последние годы. Ее завезли в Наукадский район в 2019 году. Сейчас саженцы тут выращивают небольшими количествами в качестве испытательных. Был организован специальный цех по посадке деревьев на неосвоенных территориях. Павловнии у нас пока немного. На следующий год саженцев будет больше. Предлагаем дехканам высаживать ее на безводных землях. Сегодня наглядно показывали всем, как ухаживать за этими деревьями, используя метод капельного орошения. «На данный момент саженцы павловнии возят из европейских стран. Насчитывается более 28 видов данного вида дерева, которые вырастают до 2-5 метров в год. Павловния для нас в новинку, поэтому интерес к этому дереву большой. Интересно также, как правильно сажать павловнию, как за ней ухаживать. Надеюсь, что она у нас приживется, так как это очень полезное дерево». Благодаря большому размеру листья павловни можно использовать и на корм скоту. В том числе и поэтому все больше и больше фермеров заинтересованы в посадке этого дерева.